Протяженность государственной границы России составляет около 60 тысяч километров, из них 210 пролегают по территории Крачево-Черкесии. Целостность границы в нашей республике охраняют 8 пограничных застав. На одной из них, расположенной в селе Маруха, побывала Мадина Кракетова. Здесь последний сантиметр родной земли, по которым гордо ходят пограничники, охраняя покой родной стороны. Протяженность участка государственной границы вверены пограничной заставе Маруха более 20 километров. По словам начальника пограноотделения, обстановка на границе на сегодняшний день спокойная. Никаких попыток перейти ее нет, если не считать незначительных нарушений пограничного режима. Население у нас активно занимается животноводством, как и на территории всей Крачево-Черкесской республики. Развивается туристическая деятельность. Все больше и больше граждан Российской Федерации посещают Крачево-Черкесию с целью насладиться природными достопримечательностями, не исключение и наш участок. У злоумышленников и нет шансов просто перейти границу. Пограничные заставы оснащены всеми необходимыми для охраны техническими новинками и вооружением. И, конечно же, традиционные методы охраны границы все еще востребованы. Пограничные наряды, денно и ночно, патрулируют даже самые труднодоступные горы и ущелья. Местность у нас по участку труднопроходимая. При несении службы в пограничных нарядах активно используются лошади и квадроциты, которые к нам недавно поступили. Предпочтение пограничники отдают лошадям карачаевской породы. Как выносливым и неприхотливым на труднодоступных горных хребтах лошадь просто незаменима. И все, что она требует взамен, просто любовь и забота. Лошадь – это неотъемленный друг, товарищ для повседневной деятельности пограничника на охране границы, что она позволяет быстро перемещаться по границе. В пограничные наряды ходят и собаки. В распоряжении заставы хорошо обученные, прошедшие специальные курсы подготовки немецкие овчарки. Помимо выполнения своих обязанностей по охране государственной границы, пограничники большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. На заставе есть интересный музей, посвященный истории и культуре местного населения, который состоит в основном из карачаевцев и казаков. Есть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. И большинство экспонатов – находки, сделанные пограничниками на перевале. Экспозицию пограничники посвятили 75-летию Великой Победы и боям на Морухском перевале. На участке отделения находится перевал Морухский, перевал воинской славы. На данном перевале в период Великой Отечественной войны в ходе битвы за Кавказ шли ожесточенные бои. В отделении проводится активно военно-патриотическое воспитание детей Зеленчугского района и со школы Уджигутинского района. Прекрасные дружеские и теплые отношения у пограничников с местным населением. И они на личном опыте знакомы со знаменитым кавказским гостеприимством. Активную поддержку в службе им оказывают народные и казачьи дружинники. На участке отделения функционирует добровольно-народная дружина и добровольно-казачья дружина. Казаки и дружинники участвуют в совместных нарядах с пограничниками. В сложное время, полное внешних угроз, именно на пограничников ложится огромная ответственность. Так, в принципе, было всегда. Именно пограничники первыми принимают вражеский удар. И примеров в истории страны этому масса. Так было и во время Великой Отечественной войны. В 4 часа утра внезапный и страшный удар фашистов первыми приняли именно пограничники. В источниках говорится, что первые заставы пали только к 9 часам утра. Так мужественно сдерживали врага пограничники. В первый день войны на границе СССР нападению подверглись 485 застав из 715. Стандартная пограничная застава тех времен насчитывала до 64 бойцов, вооруженных винтовками, до парой пулеметов. И несмотря на это, некоторые заставы сдерживали врага от нескольких недель до нескольких месяцев. Всего первый удар приняли около 41 тысячи пограничников и 95% из них числятся без вести пропавшими. Сегодня пограничники также на страже крепко заперты границей. И в профессиональный праздник руководитель погранзаставы Маруха адресует пожелания. 28 мая день пограничника. Хотелось бы в этот день поздравить всех причастных с профессиональным праздником. Пожелать здоровья, успехов в оперативно-служебной деятельности, спокойной и прогнозируемой обстановке, ну и мирного неба над головой. Вадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Маруха.